Спасибо за эту возможность быть с Вами и делиться. Одно из самых важных заданий, которые у нас есть, это обучать мужчин и женщин для служения. И следующие три дня мы будем говорить об учебном плане. Сейчас тема наша, это сущность учебного плана и образование. Я добавил слово образование. И вот в течении моего семинара Вы поймете, зачем я именно добавил слово образование. Но до того, как мы начнем нашего семинара, сейчас важно нам понять, что мы будем не просто слушать, но и делать что-то. Но сейчас я хочу, чтобы какое-то время Вы за своими словами, столами, как сидите, обсудили слово учебный план. Как вы понимаете слово учебный план? Объясните это, дайте определение в одном предложении, друг для друга. Куррикулум is, and then you can continue. Окей, just talk about yourself and agree on a short definition of curriculum. Просто сейчас вот у Вас есть минута, окей, друг с другом поговорить и дать определение. Каждый стол делает свой задание. И see whether you can agree on. Хочу увидеть, согласитесь ли Вы друг с другом или нет. Окей, just a few moments. Основные моменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... План – это список предметов, помогающих освоить новые знания от простого к сложному. У нас возник вопрос, под учебным планом предполагается учебный план дисциплины или программы? Я не даю сейчас определение, я просто спрашиваю, как вы понимаете? Навигатор. 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 Навигатор – для одного места в другой, да? Есть карта и ты движешься, где-то нужно… Ну, если это очередная программа, то мы говорили о том, что это отображение образов пешника предметов. Предлагаем. Вы представляете себе, каким должен быть выпускник, и вы его ведете через какие-то предметы к месту. У нас есть такая версия – упорядоченный, структурированный перечень предметов программы с указанием параметров каждого пуста. Хорошо. Еще кто-то скажет идею. Хорошо. Мы будем говорить о шагах, конкретно про составление учебного плана. Очень важно знать, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, когда используем словосочетание учебного плана. Мы можем сказать две вещи. Во-первых, есть какой-то план с одной точки в другой переместиться, и вот как это сделать. То есть, мы переводим студента из одного места в другое, так, чтобы он мог закончить образование. Когда мы говорим о учебном плане, мы совершенно по-разному каждого понимаем. Кто-то представляет собой как карта с дорогой указанием, куда прийти. А кто-то понимает, что учебный план – это список всех предметов, которые есть в семинарии. А иногда просто часть обучения, конкретная часть обучения в учебном программе. Итак, мы должны согласиться, и я надеюсь, что в следующих дней мы согласимся еще больше. Как мы используем словосочетание учебного плана, мы должны так или иначе соглашаться. Но я хочу, чтобы хотя бы в общих чертах мы сошлись на том, как мы понимаем образование и учебный план. Я хочу начать с Библии. Мы сейчас будем проходить тему «Сущность образования в Библии» и очень кратко мы просто напомним ключевые стихи, которые связаны с этим. Но я понимаю, что уже многие годы, будучи в этой сфере, что многие вещи влияют на то, что мы делаем. Прежде всего мы видим, что по Ветхому Завету религиозное образование происходило дома, духовное образование. Я использовал, видите, как пример только один фрагмент из Библии, но, конечно, много есть. Мы должны научиться представлять себе, как дети в те годы, в то время обучались Библии на дому. Дети знали все истории из Ветхого Завета, а потом уже и из Нового Завета. Когда студенты приходят к нам в семинарии без какой-то базы духовного образования в своем доме, то мы должны понять, что же должно составлять сущность этого учебного плана. То есть люди, когда в Библии начинали чему-то обучаться, у них уже было достаточное количество знаний каких-то. Вот, как пример, ученики, они уже могли просто цитировать из Ветхого Завета какие-то вещи. У вас в семинариях есть такие студенты, которые с легкостью цитируют Библию? Может быть несколько. Но я был в Бангкоке, в семинаре преподавателя, и там люди вообще из буддийского окружения приходили. Они были обращены, они были первое поколение христиан. То есть в каких-то вот частях света начальная точка нашего учебного плана должна совершенно отличаться. Потом мы читаем, что людям предписывалось учить Слово Божие. Так где же они богословием учались, прежде чем они могли чему-то учить? Библия нам не говорит сильно, было ли какое-то богословское образование. Но в контексте их жизни они в своем окружении уже знали неплохо Библию и могли какой-то духовный опыт и знаний передавать другим. У нас сейчас из-за времени нет возможности прочитать все эти отрывки. Но мы также видим, что синагога и храм стали местом обучения и познания. Это уже было какое-то формирование институтов изучения Библии. Стали появляться группы, такие как фарисеи, саддуки, которые обучали других Библии. И вот в отрывке Деяния 2 упоминаются первые христиане, которые собирались вместе и изучали Слово Бога. Также мы видим, что были рабинские школы и учителя, которые обучали учеников Слово Бога. Гамалеил, как известно, обучили Павла, и Павел стал очень важным преподавателем для всех других. Мы также знаем, что тогда была богословская школа Хилель, которая учила не просто Библию, но даже интерпретация Библии. Мы видим, что учителя очень важны были в то время. И потом мы видим, что Иисус, Он обучал многих людей, и из этих многих, Он был несколько людей, которые были ученики, чтобы стать министрами Слово Бога. Интересно, что Иисус, который обучал многих людей, среди них Он избрал особенных нескольких апостолов, которых Он уже обучал непосредственно к служению, с практическими навыками. И когда мы точно так же смотрим на жизнь Павла, Он говорит о ведущих из Антиохии. И он также обучал, как Тимофея, Тита, как быть служителем непосредственно в церкви. И потом мы читаем, что обучение всех христиан происходило в церкви. Интересно, что мы читаем в Евреях 5-6 в этом отрывке, что очень много разных тем поднимались в самой церкви. И автор говорит, ну давайте теперь перейдем к следующим каким-то предметам. И когда мы видим список тех предметов, тех тем, которые поднимались в церкви, мы понимаем, что это те предметы, которые мы изучаем в семинариях. Это то, что нам нужно переосмыслить, это такие вот служения в церкви, которые бы обучали других. Скажите, как бы изменилось наше служение, как бы изменились наши семинарии, если бы основы христианства преподавались бы уже на богословском уровне в церкви? По местной церкви. Мы завтра будем говорить больше о том, что студенты, в чем нуждаются студенты в наших семинариях. И это связано с тем, вот, какое образование, что они получают по местной церкви. И вообще интересно подумать о том, какие знания получают наши студенты из окружения своего. Мы принимаем в бангкокскую семинарию студентов, и был только один вопрос. Ты вообще прочитал всю Библию или нет? Как вы думаете, что студенты ответили? Говорили, да, я слышал кусками Новый Завет, но Ветхий Завет вообще не читал. А как ваши студенты? Перед тем, как они поступают в семинарию, они уже прочитали всю Библию? Да, нет. Да? Да. Вы видите, что в нашем семинарии, в least для учебных студентов, у нас есть индивидуальный план для прочтения всей Библии для каждого студента. И мы принимаем от них вот отчетность, как они, я отмечаю, как они прочитали лист каждую книгу Библии. Мы говорим про учебный план, мы начинаем с определенного уровня, на котором мы обучаем. Но из какого окружения приходят наши студенты, и что они уже знают, чтобы начать учебный план? Чем больше я изучаю в Новом Завете историю первых христиан, тем больше я впечатлен тем, сколько они сил затрачивали, чтобы дать какое-то базовое образование. Даже вот первое Иоанна послание, он, автор говорит, вы знаете, и дальше он продолжает говорить о том, о чем люди он занимает, знают. Почему я так много об этом говорю? Сейчас вот в нашем учебном плане, и, конечно, я не знаю ваш учебный план конкретно, но я представляю, потому что у меня тоже бывают планы, что большой очень акцент на духовном образовании. Мы обучаем их каким-то важным вещам, которые люди переосмысляют и начнут применять и также преподавать в своих поместных церквях. И, знаете, когда я приезжаю в разные страны, в разные места, и я просто спрашиваю, что вам нужно? Знаете, что люди отвечают? Нам нужно просто обучение Библии в наших церквях. Наши члены церкви просто не знают Библию. Я думаю, что ваши церкви будут разные. У вас, конечно, все хорошо знают Библию. Вы видите, мы вернемся к теме, что мы должны быть в наших церквях, чтобы люди просто знали Библию. Конечно, мы хотим обсуждать тему сейчас учебного плана, но вопрос такой, а что мы делаем в наших поместных церквях, чтобы люди просто знали Библию? Давайте подумаем об этом. Когда мы думаем о нашем курьере, он действительно эффективно, чтобы люди просто могут сделать что-то в церквях? Скажите, вот действительно ли наши учебные планы направлены на то, чтобы люди получали какие-то знания о Библии в наших поместных церквях? Вот сейчас несколько наблюдений по Новому и Ветхому Завету. Фокус духовного образования всегда был сфокусирован на Слове Божьем. Иудеи обучались не просто знать о Боге, но и выстраивались какие-то личные взаимоотношения с Богом. Обычно, когда мы обучаем студентов, мы учим их сначала мыслить, потом мыслить критически, а потом, может быть, если они... Очень интересная учащая, чтобы посмотреть на хиповый способ изучения с Богом. Видите? Интересно, как по-другому делали людей. Все верующие обучались не просто знать Бога и доверять Богу, но также вести жизнь свою так, чтобы она была угодна Богу. И те, кто уже чему-то обучались, из них выделялись те, кто стали обучать других, кто-то стал на полную ставку служителем в церкви, а кто-то стал миссионером. То есть Павел, который встретил Тимофея, который был уже миссионером, он обучал его так, что Тимофей впоследствии стал сам пастором. Или мы можем взять Титус. Или возьмем Титр. Интересно, что Павел посылает Титра, говорит, иди в ту церковь и там сделает. Но обычно мы говорим так, что сначала нужно, в нашем языке сказали бы, что ты прошел весь учебный план, и сейчас ты готов что-то делать в церкви, и я буду рядом с тобой помогать. Давайте просто открыть Титус 1.5. Титус 1.5 Титус 1.5 И я ставил тебя на критике для того, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшим в каждом городе, как я тебе велел. И вторая глава. Первый стих. Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. Интересно, да? Титус прошел все предметы, которые Павел мог ему преподавать. И Павел говорит, теперь ты готов учить в церкви. Сейчас я читаю Титус снова и снова, потому что меня удивило, что это слово «звучное учение» и «звучное учение» снова и снова. Я часто начинаю в последнее время читать Истиды, потому что мне нравится, как звучит словосочетание «здравое учение». Видите, что из-за общего обучения некоторые стали пасторами и смогли учить других. И мы видим, что обучение через Библию, мы видели, что есть формальное и неформальное. В 2 Тимофея 3, Павел говорит, что ты научился от меня, что видел в его жизни. И он говорит, Тимофей, ты знаешь, от кого научился. Очень интересно, да? Очень интересная трюога. Учиться от человека или учиться у учебного хомута плана. Смотрите, все это было уже в Библии. Но вопрос сегодня для меня такой. Почему же тогда Тимофей и Тит были так эффективны в служении? Это был учебный план? Или это просто личный пример человек? Или все вместе? В чем секрет их эффективности? Что вы думаете? Altogether. Это просто знания, которые они получили, как мы говорим, вот те лекции, которые они отсидели. Или вот преподаватели, менторы, которые вел их в течение жизни какое-то время. В нашем семинаре, мы говорим о том, как преподавательский состав обучает качество. И часто мы, вот, задаемся вопросом, вот нам нужны будут еще преподаватели через 10-20 лет? В интернете можно доставить любую информацию сейчас. Зачем нам преподаватели? Нужны ли они? Через 20 лет наших семинарий? Да? Почему? Почему вы не имеете в виду? Один, чтобы семинария деньги не теряла. О, фото, семинария, на душе, шпаниц. И вы не имеете в виду, вы не имеете в виду, чтобы кто-то услышал от учения институт функционировал. Но, вы видите, это то, на чем мы можем подумать, в учебном плане, какова роль наших преподавателей и их личного примера. Я всегда хочу задать вопрос, использовался ли в то время формальный учебный план какой-то? Как вы думаете? Обычно в Библии у нас нет какого-то списка тех предметов, которые мы изучали. Какая-то пастерилогия, администрирование, душепопечительство. Но, когда вы видите Петра, в Деяниях 2, он становится и читает, цитирует большие цитаты просторонные из Ветхого Завета. Где он мог выучить эти цитаты? Где он выучил это? Где-то частично дома. Может быть, где-то в синагоге тоже немного. Но, вы видите, благодаря тому, что была какая-то база, какое-то образование, люди в своей вере и в эффективном служении двигались намного быстрее. Я хотел бы, чтобы так было сегодня. Но, с чего мы начинаем сейчас при составлении учебного облада? Как мы собираемся провести студента из точки А в точку Б? Мой друг преподаватель семинарии, Он говорит, ты знаешь, я преподавал уже многие годы. Он на пенсии сейчас. Но, вы говорите, в нашем семинарии, и я в этом семинарии очень хорошо, мы учим теологию на уровне, очень выше всего, но ученики знают Богослову в同時. В нашем семинарии мы обучаем по очень высокому уровню богословских измышлений, но вопросом задаюсь, знают ли наши студенты так хорошо Библию? Вы знаете, я могу обучать все теологии и люди, которые измышляли теологии. Конечно, они знают многие богословские книги, они легко разбираются в теологии, в каких-то теориях, но знают ли так хорошо они Библию? И он консультирование библейское преподавал многие годы. И один из студентов пришел к нему на класс по консультированию и сказал, вы знаете, профессор, на вашем предмете мы открываем Библию чаще, чем на всех других предметах. Удивительно, не правда ли? Сейчас мы начали нашу лекцию именно с Библии, потому что для нас самый важный вопрос при составлении учебного плана, знают ли наши учащиеся Библию? Нужно ли нам все это, когда мы готовим людей к пастырскому служению? Им же нужно знать Библию, да? Да? Мы говорим, да. Содержит ли наш учебный план вот это знание? Иногда мы должны вернуться назад и переосмыслить, что в нашем учебном плане есть. Мы хотим, чтобы наши студенты, когда выпустились, проповедовали на самом деле Слово Бога. Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Ну, вопрос есть? А что такое учебный план? Потом будет на следующей лекции раскрываться эту тему, я не хочу вперед спросить. Если я сейчас скажу, то другой преподаватель скажет, ну, можно мою лекцию отменить, я не могу. Но я согласен всем, что вы говорите. Отмениться с тем, что вы говорите. Что я хочу подчеркнуть, что, во-первых, я согласен с вашими определениями, что этот учебный план стоит привести человека из одного. Мы не можем преподавать на высоком уровне богословия, пока люди не знают до конца хорошо Библию, и мы, контекст наших студентов, очень сильно отличаются от контекста верующих Ветхого и Нового Завета. Хотел сейчас объяснить пять моделей образования. В разных книгах есть разные классификации, но сегодня мы сфиксируемся на пяти. Первая модель, которую мы часто видим в Новом Завете, это фокус на обучении всех верующих. Когда каждый человек изучает Библию и старается жить, строя отношения с Богом. В общем, это возвращение к тому, что сегодня актуально, когда многие верующие в церквях поместных хотят знать Библию. Я не знаю, ваше верующие хотят знать Библию, изучать Библию. Да? Нет? Некоторые? Некоторые. Если мы хотим обучать пастора, то мы должны их сделать хорошими учителями Библии, чтобы они умели вдохновлять людей и желать изучать Библию. Вторая модель фокус на личной духовности, когда люди уходили из мира и фокусировали свою жизнь на личной святости, взаимоотношении с Богом. Отделялись. Ну, в тех временах, это было давно, они все равно сказали, что мы должны работать и должны молиться. Обычно мы называем это «ора и лабора», «престь и изучать». То есть мы-то говорим, что мы должны сейчас изучать и молиться. Но фокус был на том, чтобы отделиться от мира и делать акцент на личной духовной жизни и образовании. А потом, может быть, некоторые будут обучать. В частности, это актуально для многих странах и все еще, когда люди либо на всю жизнь, либо на какой-то период уходят из общества в монастыри. Третья модель – это схоластическая модель. И это связано с учением академиками. И некоторые люди даже говорят, что учение для того, чтобы изучить. Учение ради учения. Фокус на академической квалификации. Именно абстрактная теория. Обычно это свойственно университетам. Где есть профессора, которые учатся, 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 преподают, и у них нет какой-то практической связи с миром и практической применения своей жизни. Не всегда так, но часто это свойственная теория. Одна модель, я вам покажу. А четвертая модель – это семинарская модель, фокус на профессиональном обучении. Мы не будем сейчас углубляться в историю, как образовывались семинарии. И я вам дам примеры семинарии, которые учатся в данном случае. Но семинарцы, в основном, развиваются на подготовке к профессиональному обучению, но практическому обучению. Вы, конечно, изучаете Библию, но один из главных вопросов – как заниматься практическим служением. И многие наши семинарии подпадают под четвертую модель. Потому что акценты для нас, конечно, во-первых, в Библии, а во-вторых, это практические какие-то вещи в служении. Правильно? Да? Да. Окей. Что касается опасность нашей модели семинарской? Ни волонтеров. Ни волонтеров. Ни волонтеров, чтобы вычислить или учиться? Всех людей в храме должен быть профессиональным. Ни волонтеров. О, ни волонтеров, чтобы вычислить? Да, да. Окей. Проблема, которую я вижу в этой модели, что еще раньше я замечал, что мы сначала проходим Новый Завет, Ветхий Завет, вступление к богословию, разных много предметов сложных. И я недавно натолкнулся на записи, которые я делал многие годы назад. Они просили нас перечитывать главы из Библии и суммировать их в контексте. Мы должны были прочитывать в Библии, писать конспект главы и запоминать краткое содержание. Вы все равно делаете это? Есть у вас такие конспекты в семинариях? Нет, я не думаю. Сегодня нет. Но вы видите, это дало нас знание Библии. Или вот тогда мы запоминали отрывки из Библии. Вы, наверное, сейчас запоминаете? Да, слава Богу, что я запоминаю. У нас было хорошее знание Библии после семинарии. Но в Библии вот что изменялось. Столько много новых предметов появилось, которые просто необходимо добавить в программу. Вы видите, когда я был академик в Бангкоке, когда я подавал в семинарии. Люди постоянно хотели какие-то новые открывающиеся сферы. Вы должны добавить. Вы должны добавить, конечно, HIV-AIDS, потому что это актуально. Это проблема с ПИДом в Бангкоке, поэтому давайте сделаем предмет, который бы я училась. Вы должны добавить, конечно, миротворцем тоже. Потому что это актуально. Люди постоянно настаивали, что нужно добавить что-то новое, много нового в учебный план. Я думаю, что у вас тоже большая проблема. Слишком много предметов, которые нужно включить в один план. Но вы можете за три-четыре года не так много предметов пройти. Но мы же очень умные как лидеры. Мы можем сделать все. И мы можем обучить всему. И мы больше и больше добавляем курсов студентам. Но когда мы начинаем обрезать их? Я помню, что у нас было два курса вступления к Новому Завету. Потом мы рано или поздно сказали, нет, два курса нам не нужны. Обзор для Нового Завета хватит и одного курса. Слишком много. У нас было шесть курсов благословия. Но мы переосмыслились и сказали, шесть не нужно, это слишком много. Нужно просто сделать краткий обзор богословия. Чтобы впустить новые предметы, нужно урезать старые. И где мы начинаем это урезать? Часто, очень часто мы урезаем Библию и богословие. Вы делали так? Вы делали так? Вы делали так? Я постеповедуюсь перед вами. Да, я делал так. Да. Придерживаться в семинарской модели, значит, стараться быть практичным и иметь эти проблемы. Но все ли то, что важно, возможно включить в учебный план? Если у вас есть супер-студенты и свои возможности, вы не будете знать. Все. Но вы видите, в семинарской модели мы часто преувеличиваем практическую часть служения. Но, опять же, почему это? Но скажите опять, почему это? Когда ваши студенты приходят, вы сейчас в семинаре, они уже до этого были ли вовлечены в служение практически? Да. Вы видите, мы говорили про Библию знания в старой церкви. Потому что они были тренированы. Поэтому, когда они приехали в семинаре, я имею в виду, они уже были базы. В старой модели, вот, в новой заветной, у людей уже была какая-то духовная база знаний, с которой они потом уже приходили. Но для практического служения то же самое важно. Если студенты уже до этого работали в церкви, организовали какие-то детские служения, какие-то практические мероприятия. У них уже есть какой-то опыт практического служения, и нам нужно надстраивать над этим опытом. Вот сейчас мы обсуждаем вопрос о учебном плане и как мы его организовываем исходя из тех студентов, которые у нас есть. Еще есть одна модель, бизнес-модель. Это образование, которое стало бизнесом. И это не только в семинариях, это в любых университетах тоже. Я как семинария или как университет предлагаю вам товар. Студент, как потребитель, сам выбирает те дисциплины, которые он считает для себя необходимыми. Это могут быть христианские духовные, также нехристианские духовные, совмещения. Все, что ему нужно, как он считает, за что он платит. Есть ли у вас такой подход? Когда студенты сами хотят выбирать, что они хотят изучать? Вы можете говорить ему, что в нашем учебном плане ты должен пройти вот список этих курсов, обязательных, чтобы выпускаться. Но студент говорит, нет, простите, мне нужно что-то другого. Кто-то даже говорит, что это такой подход, как супермаркет. Образовывается на супермаркет, когда ты говоришь, я это хочу, мне это нужно для моего личного образования. И это больше и больше приходит в нашу реальность. То есть вы мне не предлагаете какие-то дисциплины, поэтому я к вам не приду учиться. И также выбирайте от разных семинарий, которые ты хочешь. Или дистанционный учебник. Это у нас есть курс, и я хочу изучать, и так далее. И так далее. Но самое главное, что образование становится бизнесом. В Гонконге у меня есть друг. И несколько лет назад он написал, что рынок движет богословским образованием сегодня. Завтра, конечно, мы будем обсуждать тему, как он отвечает на нужды учащихся. Но может это также быть как модель, что мы всегда спрашиваем, что клиент хочет учиться. И мы разрабатываем курсы, чтобы мы получаем много студентов. Потому что мы нужны студенты и деньги. Но организуем ли мы наши планы учебные в соответствии с тем, как привлечь больше новых студентов, просто ради того, чтобы институт семинарий существовал, мы получали деньги. Это вызов сегодня быть популярным. Потому что часто мы нуждаемся в студентах, и мы создаем какие-то, мы можем создавать дисциплины, которые привлекали больше студентов. Разные модели. Разные ученицы. И мы можем перейти в детали об этих моделях. И есть даже больше думателей об моделях и как все это были сделаны. Но есть еще очень много разных моделей, о которых можно было бы так же говорить. Я хотел бы перейти к университетской модели образования. Уточнить можно. Университетская модель подразумевается из тех пяти, это схоластическая модель. Да, это вот в этой сфере. Книга «Христианская мудрость», «Желая Бога и обучаясь любви». Но я привлекаю это к вашей вниманию. И вы получаете этот письмо. Я взял несколько информацию, если вы хотите. Это в английском. Но это стоит читать. Потому что, что он делает, Дэвид Форр, он в основном его книге об обучении, чтобы получить знамени, не только чтобы научить что-то для вашей министры. Я сейчас привлекаю ваше внимание к этой книге, потому что материал, который я сейчас собираюсь сдать, он основан на одной из глав этой книги. А в целом эта книга на английском языке очень популярна. И автор задается вопросом, как сделать, чтобы образование давало не просто знания, но приводило к мудрости. И ведущие университеты, такие как Кембридж, пользуются этой книгой, чтобы раскрыть этот предмет. Я не хочу сейчас перейти к описанию Кембриджской и Берлинской моделей, Я хочу просто подчеркнуть что-то, что автор говорит об университетской модели образования. Во-первых, это соединение преподавания и исследования. Исследование – это не обязательно получение каких-то статистических данных, типа, сколько человек приходит в церковь и так далее. Исследование также может быть изучение развития мыслей, понимания. Развитие теории, которые влияют на общество. И мне интересно, чему мы, как семинарий, можем научиться из этой области. Мы, как семинарий, изучаем ли мы проблемы общества и те теории, которые влияют на общество, чтобы мы, как богословское образование, дали ответ на проблемы общества актуальной. То есть, второй принцип важный – это формирование личной жизни и принятие ценностей и навыков. Мы всегда говорим о формировании жизни в наших семинариях. В семинариях, мы часто говорим о формировании жизни в жизни. Но в течение курсов, лет проведенных в семинариях, насколько наши семинаристы принимают ценности, которые мы учим. Формируются ли позитивные привычки какие-то в семинариях, полезные для людей. Я хочу привести один пример. Потому что во многих странах это большая проблема, но, наверное, не среди ваших студентов. Когда мы говорим о плагиаризме… Ну, в современном мире… Ну, плагиаризме – копия и плач. Очень просто. Как контролл плагиат. Хорошо, контролл плагиат. Если у вас проблема в семинариях… Копия и плач. Как я хочу ставить? В Азии это главный метод обучения. О, плач. Но вы понимаете, почему они занимаются плач? Ну, скажите, почему они занимаются плач? Я ученые, они это сделали. Почему они занимаются плач? Потому что они говорят, «Я не могу своими словами изложить то, что так хорошо изложено в этом тексте». Скажите, заканчивая семинарию, становятся ли наши ученики честнее? Они нечестны признаются, что… They honestly say what bad things take us. They are honest during the time they become honest. But you see, there are other areas we can think of it. Now, in our curriculum, in our teaching and learning, do we first saw this, that they adopt these values, adopt them in their heart and follow them and they become a habit? Ставили мы цель формирования ценностей в сердцах тех, кто проводит обучение. And there's this third area, we say highlight in this university model in general, and say there's a contribution they make to society. Важную вот цель ставит университетская модель – вклад в общество. But this is not only the area now we help poor people also in society. Не обязательно значит, что вот сейчас мы начали помогать бедным людям. But they develop maybe areas where they say we can help to think differently in society. Но они могут создавать даже просто какие-то сферы, где они могут помочь обществу по-другому начать мыслить. Часто в наших семинариях мы ограничиваем себя размышлениями только о Библии и только о духовном. Let's also emphasize that you specialize in your fields, and at the same time you are interrelated from your own field with others. Очень важна специализация в академических сферах обучения, когда люди конкретно изучают одну только дисциплину, но и все же взаимосвязь ради ухода от фрагментации, когда люди видят цельную картину. Unfortunately, in many places the university has not done very well in this last area. But there are many people who study their own field, they stick to their own field, they teach their own field, and they die with their own field. But you know, when I look at some of the trained pastors of the past, they had an interrelated knowledge between theology and science. They even had discussions with scientists, not only in an apologetic way, but they had an exchange of ideas with others, you see, interrelated with others. I mean, would this be something we help our students in our training, in our curriculum, that they can interrelate with others outside their society? But maybe we have to start first to interrelate between the different departments who study in our own seminary, that we know what others are teaching, so that it's complementary. I have to move on. I just want to highlight one seminary, and I also call it a seminary model of education. it's Regent College in Canada. And there is also one chapter in this book. And it's written by the former dean of the seminary, and it talks about vocation. It's very worth reading about the vocation of a seminary and the vocation of a professor in the seminary. It's about the vocation, about the calling. What is the seminary here for? And then the professor too. So, he said their original vision was to train, we call it here, the general Christian public. In English, it's the laity. And now, over the years, they have developed other programs, but they say we remain committed to this one original vision. Our curriculum has to do with our vision, with our purpose, with our mission statement. Each seminary has been created with a purpose in mind. And he says here, we can add other things, but we will always remember the original vision. And then he says this vision, and this is the point here, included a certain way of scholarship and a third way of learning. And especially, he says in the term of learning or relating, you see, to the whole program, we had professors who are experts in their field, but also must display their spirituality or piety. You can see, the focus of our training has to do with our curriculum. The focus of our training has to do with our curriculum. The focus of our training has to do with our curriculum. And also has to do the way we operate our institution. But also has to do the way we operate our institution. It influences the people we choose as professors in our seminary. Наши цели помогают нам выбирать нужных преподавателей в семинариях. This is what he says here about certain way of understanding scholarship. I want to use an example from somebody I knew because he is now in heaven already. Вот сейчас, чтобы рассказать про эту большую модель, я буду пользоваться также примерами про человека, которого я знал, который применял это. Один из моих профессоров в Швейцарии, он преподавал у нас, и до сих пор помню некоторые вещи, которыми он учил. А потом он уехал в этот колледж в Канаде. Ему было около 60, когда он умер от рака. Но в его жизни перекрещивались и академическая сторона образованного человека, и духовная сторона зрелого христианина. Его последняя книга, которую он написал, перед тем, как он умер, это была не академическая книга. Называлось, слушай Бога, который говорит. А он был профессором. Один из его студентов написал о своем профессоре. И он сказал, я был так впечатлен к его глубоким познаниям. В классе, когда кто-то спрашивал вопрос, он говорил, подождите минутку, потом было видно его напряжение. И я пережил это, потому что я видел, что он действительно обладал замечательным знаниям. Когда он начал читать лекции в семинаре, где я учился. Каждое утро он делился чем-то, что ему Бог открыл в ежедневном чтении Библии. Иногда я сказал, что как студент, это не может быть, что Бог говорит так много. И я, как студент, слушал, и думал, ну не может тебе Бог так много говорить в течение твоего тихого времени. Но я был очень впечатлен. Я был очень впечатлен. Я был очень впечатлен. И это почему они говорят, что в нашем семинаре, в нашем курикулу, тоже связано с профессором. И мы выбирали, что люди, которые могут участвовать. Вот мы должны выбирать таких людей, которые бы исполняли наши учебные планы. Окей, я выбрал один человек, который очень много в моем сердце, но я просто скажу вам, что это 500 лет назад. 500 лет назад человек. Когда мы изучаем жизнь Филиппа Меланхтона и его идеи. Но, вкратце, его мировоззрение и методы очень современные нам сегодня. Тяжело поверить, что этот человек был рожден 500 лет назад. Но мы переходим к следующей теме. Когда мы говорим об об образовании, когда мы говорим об об образовании, когда мы говорим о формировании, жизнь и оборужении. Мы читаем знания, навыки, характер и энтузиазм, и страсть. Это связано с уверенностью, компетентностью, состраданием другим людям и надежностью. Я думаю, что мы используем все это диаграммы, обычно в нашей образовании. Знаете, знания, навыки, характер. Я хочу чтобы добавить и что-то изменить. Богословское образование, как образование. как формирование. Есть академическое формирование, знание, которое формирует нас, личное формирование, наша зрелость, формирование для служения, для отношения с другими людьми, формирование в этом, и формирование нас как лидеров. Мы хотим видеть улучшение во всех этих пяти сферах в жизни человека. Первое, академическое формирование связано с контентом, содержанием. Это изучение Библии, изучение определенных предметов. Но также и контекст, в котором студенты живут, чтобы не понимали, в каком обществе они живут, как реагировать на какие-то вопросы. Личное формирование связано с личной зрелостью, ростом и необходимыми навыками, управлением личной жизнью. И служение тоже навыки, такие как проповедовать, обучать других. И также, эта часть, кажется, очень важна, что студенты, которые ученики, которые ученики, могут связаться с людьми, связаться в церкви, связаться с лидерством, связаться с людьми в социите. Реолюционное формирование, то есть это хорошее взаимоотношение с другими людьми, когда наши члены церкви, наши семинаристы хорошо общаются с людьми внутри церкви, в обществе, с верующими, с неверующими. И, конечно, быть лидером значит проглавлять качествами лидера-слуги, какими глушистосами. Это очень сложный термин, но это ясно. Распорядительность, как, во-первых, личная распорядительность, своими какими-то физическими способностями интеллектуальными и знания своих духовных даров, во-первых, во-вторых, ресурсами, такими как ресурс людей в церкви, ресурс материальными следствами, ответственность, распорядительность. Итак, как мы организуем наши учебные планы, чтобы процесс формирования имел место в нем? Итак, как наши учебные планы помогают формировать зрелость в студенте? Отличается ли это от того, чтобы просто учить чему-то в классе? Вот когда мы составляем учебные планы и думаем, всегда держим в голове мысли о формировании, и наши преподаватели, которые работают в наших семинариях, тоже подразумевают это в своих предметах, изменится ли что-то в наших семинариях? Изменится ли что-то? Этот вопрос заходит далеко за просто преподаванием, просто изучение, проверение контрольных работ или экзаменов. Мы говорим здесь о богословском образовании, это образование слова отличается от просто изучения чего-то. Учение, если мы слушаемся в само слово, то изучение, учение связано с просто передачей информации, но образование связано с образованием чего-либо, формированием. В этом процессе уже присутствует личность, и студент должен сам осознавать, что он должен сам формироваться. И вся наша программа, которую мы составляем, должна формироваться вокруг этого процесса. Я хочу окончить примером из Библии. Иисус Навер, как известно, семинарий не заканчивал, но вот он здесь... Вы можете впоследствии посмотреть на те заключения, которые это сделают. Но мы видим, что процесс формирования имел место в жизни Иисусуа. И он стал эффективным в служении и в лидерстве, в руководстве. И он формировался это при Моисеи. И мы знаем, что этот процесс у Иисуса, наверное, занял где-то 40 лет. У нас нет студентов такой программы на 40 лет обучения. Тяжело было бы 40 лет присматриваться на 40 лет. Или разработать планы обучения на 40 лет. Но некоторые предметы следует изучать во всей полноте и не урезать от каких-то кратких обзоров. Мы первые смотрим на основания для служения. Духовный рост. Опыт служения. Вы должны быть осторожны. Я это поставил в кавычки, потому что это была война. Но участие в служении в войне дало ему уверенность. И он был один из двух людей, которые сказали, что мы можем. войти в землю, которую обещал нам Бог. Его духовная зрелость в служении проявилась тем, что он принял лидерство эстафетического поисея. И в Навине 24 мы видим жатву жизни, его плоды, чего он достиг. И он был с Моисеем 40 лет. Студенты с нами всего несколько лет. Они могут изучаться наочными, заочными, дистанционными. Моя вопроса – что мы можем выполнить, как мы говорили здесь, чего мы можем достичь за эти краткие промежутки времени. Может иногда мы ставим себе слишком завышенные цели. Может иногда нам нужно спуститься и задаться вопросом, что именно возможно. Что именно поможет нам сформировать какую-то ценность в человеке. И это не обязательно будет все вот шесть признаков. Хотя бы один признак уже будет. Несколько лет назад, когда я был академик дином, это сделал меня расслабиться больше о наших студентах, когда я обнаружил, что это только часть всей формации в жизни, что мы делаем в нашей теологической обучении. Когда я несколько лет назад имел возможность размышлять над всем богословским образованием, я понял, что вот моя семинария может реализовать только одну часть какую-то из этой всей таблицы. Но извинительно все равно смотреть, что Бог делает за этот короткий промежуток времени. И знания, которые вот они приобрели в той академической обучении. Но интересно смотреть, чему Бог их конкретно научил в их личной жизни в этот короткий промежуток времени. Те навыки, которые они в этот короткий промежуток времени приобрели. Но мы должны знать, что наши учебные планы никогда не могут достичь всех целей формирования личности. Мы являемся лишь частью формирования всей картины личности человека. Мы уже на 2 минуты задержали. Если кто-то хочет поделиться, коротко комментарий или вопрос задать. Как мы можем получить все эти формирования? Ну, долларов 80, я думаю, за 75 долларов. Как много я получу? Сколько получит профессор? 2 минуты за Украину. Фрагменты из книги, которые были описаны и так же последующие, вы получите вместе с распечатками. Калл-поинтов и можете их перейдите на английском. Да, Александр Геннадьевич Геченко заканчивает перевод еще дополнительных материалов. Особенно по разработке докторских программ еще там. Поэтому мы все поделимся. Презентация уже на русском, еще дополнительных материалов. Идем сломать кофе, пить кофе, наслаждаться общением. И встречаемся ровно 4.30. Продолжение следует. Продолжение следует.